Это кадры одного из самых человечных фильмов о собаках. Хатико в очередной раз показал миру, что домашнее животное это что-то или кто-то больше, чем просто зверь. Но таких доказательств в культуре немало. Чего только стоит название книг «Собака, которая не хотела быть просто собакой» или «Пес, который говорил с богами». Но, как ни странно, веру человека в то, что животные не хуже, демонстрируют лучше всего не обложки книг, а надгробия. Именно здесь, на кладбище домашних животных, и понимаешь, что песики и кошечки были настоящими членами семьи. Долгое время государство отказывалось это признавать. Например, здесь, на кладбище, хоронят незаконно. В регионе такой вид захоронения животных санитарными нормами даже не предусмотрен. Но тут о достойном отношении к животным упомянули в обновленной Конституции. Подоспели и краевые депутаты, пока они обсудили проблему с городскими властями. Сегодня мы вновь возвращаемся к этому вопросу, потому что эта тема больная. За эти годы кладбище выросло уже до довольно-таки серьезных размеров. И рано или поздно эта проблема выйдет уже за рамки существующего, так сказать, территориального объекта. И тогда придется принимать скоропалительные меры для того, чтобы все это узаконить, привести в порядок и жить в цивилизованном обществе. Сергей Писарев уверен, что легальный процесс захоронения питомца – это, во-первых, элемент правильного воспитания детей, а во-вторых, для многих – просто необходимость. Это же здесь же душа лежит. Вот вы чувствуете, какая… Это же была целая церемония здесь, потому что животные – это члены семьи. В том, что члены семьи нужно хоронить с достоинством, уверены и ветеринары. Я отношусь положительно к созданию кладбища для домашних животных, так как благодаря этому можно снизить случаи бесконтрольного захоронения трупов животных, которые могут привести к вспышкам эпизотологического характера. Бесконтрольное захоронение происходит часто в результате незнания людей о правилах утилизации и их последствиях. Да и не у всех есть средства на кремацию. В Барнольском крематоре для животных эта услуга стоит больше трех тысяч рублей. При этом, как нам сказали, зимой на сожжение животных стоят очереди. А в муниципальной ветвлечебнице объясняют, есть еще один легальный, безопасный и дешевый способ проводить питомца в мир иной. Оказываем услугу по принятию трупов. То есть мы принимаем трупы, у нас с организацией заключен договор на их и дальнейшую утилизацию на яму-бекари. Яма-бекари – это устроенный по санитарным нормам скотомогильник. Могильник – глубокий подземный резервуар, где копятся трупы животных. Цена таких похорон – не более 200 рублей. Но этот способ, конечно, не для тех, кто на питомца смотрит, как на члена семьи. Поэтому именно кладбище для животных здесь многие так ждут. О, старина, ты до сих пор ждешь. Кладбище – это, конечно, хорошо, но о том, ценим ли мы животных, мы судим по отношению к живым. И вот так получилось, что рядом с нашей редакцией, рядом со стадионом «Динамо» собака родила щенят. Если сможете, придите и заберите. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком.